Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас изумительный итальянский фотограф Луи Джигири с альбомом Кодохром. Луи Джигири родился в 1943 году, а свою фотографическую карьеру начал в 70-е. Альбом Кодохром был впервые издан в 1978 году в издательстве, основном самим Гири. Фотография в это время переживала в Италии не самые лучшие времена, отвоевывая свое право называться искусством. И Гири был одним из немногих, кто занимался популяризацией фотографий, в том числе издавая интересных авторов. Прежде чем его издательство стало испытывать финансовые трудности, был издан, например, альбом ныне широко известного фотографа Франко Фонтана. Одно из предисловий к своему альбому Гири написал сам. Здесь он ударяется в пространное размышление о несчастливом множестве интерпретаций любого знака, выделяя в этом особую роль фотографии. Он подчеркивает значение границ кадра, которые исключают иное, не входящее в состав изображения. Исключение иного, по мнению автора, не менее важно, чем внутреннее содержание кадра. Оно превращает фотографию в знак, придает ей измеримость. В то же время изображение продолжает звучать и за пределами видимого. Эта двойственность фотографии провоцирует нас обратить внимание на то, что не может быть разделено, то есть на реальность. Фотография с ее неопределенностью, по мнению Гири, стала привилегированным субъектом, способным выйти за рамки символизма ограниченных репрезентаций. Она как будто способна дать нам частичку правды. Она позволяет произвести анализ времени и пространства, которые иным способом невозможно разглядеть в силу их полноты и завершенности. Именно фрагментарный характер фотографии позволяет нам очутиться чуть ближе к тому, что не может быть разделено. По этой причине, отмечает автор, ему неинтересны решающий момент, язык замкнутый в себе самом, эстетика, поэтические чувства, удачные цитаты, стиль. В противовес этому автор заинтересован в том, чтобы видеть ясно, узнавать среди многообразия вещей и знаки, с которыми автор встречался на своем пути. Однако вернемся к альбому. Альбом имеет мягкую обложку, а размер альбома 26,5 см по вертикали и 20 см по горизонтали. Кажется, что это почти идеально сбалансированное соотношение сторон. Альбом еще не квадратный, что нередко выглядит излишним упрощением, но в нем уже удачно располагаются как горизонтальные, так и вертикальные кадры. Качество печати хорошее. Фотографии в основном разбиты по парам. Отдельное удовольствие доставляет возможность угадывать визуальный принцип, согласно которому фотографии расположены вместе. Однако в случае с Луиджи Гири данный способ составительства не всегда самый выигрышный. Нередко он лишает отдельной кадры самостоятельного звучания. Гири обладал удивительным чувством цвета. Его можно назвать одним из главных цветных фотографов 20 века. Он стремился к минимализму, хотя и не жертвовал во имя минимализма всем остальным. Фотографии Гири много легкой ностальгии по вышедшему моменту, загадок, любопытства, оптимизма, иронии. По своему пониманию цвета, работы Гири перекликаются с картинами итальянского живописца и еще одного гуру цвета Джорджа Моранди. Не случайно, незадолго до своей ранней смерти, Гири занимается съемкой в студии Моранди. Думаю, что Моранди был бы доволен такой интерпретацией цвета и своих объектов. Возможно, вам было бы интересно сравнить эти работы с фотографиями другого известного уличного фотографа Джоэля Моранди, также снятыми в студии Моранди. На мой скромный взгляд, подход Моранди не настолько изысканной. Объекты Моранди в исполнении Мервица всегда поставлены в центр кадра, что упрощает композицию, а цвет кажется более молодым и открытым, совсем не в духе закрытого, состарившегося вещественного цвета Моранди. Но и тот, и другой подход вызывают несомненный интерес. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»